Готов. Позвольте начать. Глубоко уважаемый Михаил Арнольдович, уважаемые члены комиссии, позвольте зачитать мою научно-коллекционную работу Тютин Васильевич, аспирант 4-го курса, специальность 060601, биологические науки, экология. Основной доклад у нас не открылся, поскольку он в формате ПДФ, как казалось, не открывается. Открылась краткая презентация. Прежде всего, два слова, почему выбрана тема НКР, эколого-физиологические особенности влияния СВЧ-излучения на развитие некоторых сельскохозяйственных культур. Дело в том, что в 2016 году президент Путин выпустил указ о необходимости перевода фундаментальных наработок отечественных физиков-ядерщиков на благо отечественных сельхозтоваропроизводителей. Была соответствующая конференция в институте при главной физике РАМ, проводимая НКСХ. И после этого, в 2017 году я поступил в аспирантуру и начал нащупывать нужную тему. Как вы знаете, уже полтора года работает закон об органическом земледелии. И сейчас разрабатываются конкретные стандарты качества. Занимается этим Роскачество по сотрудничеству с сельхозом России. Также была проведена пару месяцев назад конференция председателя Совфедова Валентина Ивановна Матвиенко, с участием министра сельскохозяйства Парушина, на которой было заявлено, что 23 АГРУЗа создают центры экологического земледелия. Прежде всего, Тимилетинка, это сельскохозяйственная тема, на базе которой создан АГРУЗ, возглавляемый Белокуховым Сергеем Лениневичем. Дело в том, что СВЧ относится к электромагнитным излучениям, и мы подобрали тот самый режим, который близкий к солнечной радиации. Таким образом, он является экологичным. Отмечу, что в законе о экоземледелии запрещена только радиация. СВЧ и другие электромагнитные излучения разрешены. Сразу подводя итог работы, скажу, было испытано порядка 4-5 аппаратов по облучению. И моя главная задача, как эколога, это было выработать режимы облучения, наиболее оптимальные. Они были выработаны. Забегая вперед, было выработано 3 режима для мелких, средних и крупных семян. О чем мы скажем в конце? В чем отличие наших наработок от предыдущих? Это то, что облучение происходит в течение полсекунды. Раньше считалось, что облучение быстрого характера невозможно. Тем не менее, аппарат СОПКО, изобретенный в язерном центре, доказывает и показывает, что это возможно. Используется ЭЛКРОННЫЙ разряд. Об этом тоже. По презентациям. Поскольку метод облучения электромагнитного излучения экологичен, то ставится задача производить экологически чистую продукцию и поставлять ее на норовую линку. А также, речь идет об увеличении экспорта. Был указ президента от 7 мая 2018 года обеспечить экспорт продукции в 2024 году на 250 миллиардов долларов. И второе, как было уже сказано, закон об экосновидении. Цель у нас будет расширена, но это кратко. Значит, исследовать влияние СОПКО, как я сказал, 4, а правда было исследовано, один из которых в ядерном центре насосновал наибольшее. Посмотреть, как вырастают семена, энергии роста и так далее. И рост растений. Посмотреть в итоге, как в результате клевых оптов больше урожайности, меньше урожайности и вообще не падает ли она с помощью, значит, применяя СОПКО. Подобрать оптимальный режим облучения. Это самое главное. Создать опытный образец. Он уже создан. Речь идет все-таки больше о режимах. Второе. Изучение влияния различных режимов облучения СОПКО, природной и тепловой интенсивности на семена различных культур. Пришли к выводу о том, что чем крупнее семена, тем электрополе коронного разгада мощности должна быть больше. Это было доказано лабораторными исследованиями. Задача. Изучить характер степени, чем изучать факторы на семена различных культур. Подобрать оптимальное сочетание степени времени облучения. Третье. Разработать методики и рекомендации применения факторов для промышленного производства. Что касается промышленного производства, ну это, наверное, у нас есть рекомендация при режиме выработанного норма. Исследования будем углублять. И это будет делаться на стыдный наук. Опять же, например, Лазерное излучение Это тоже относится к электромагнитным излучениям. И когда я вижу, Как в медицине По руке Я извиняюсь, С волосами проводят лазером И волосы Превращаются в пепел, а кожа Ничего не случается, то я понимаю, Что то же самое надо перевести в АПК И сжигать Соренки И не травмировать почву Это будет у нас в положении. Об этом занимался раньше Истинкт-пепилотной физики РАН Был такой проект Импульс-1 Трактор С подвесным навесным оборудованием Который СВЧ сжигал Соренки И Жуков Требовал столько Мощной Значит Заряд энергии Но сейчас Современная наука Это можно обеспечить Позвольте теперь По научному докладу Зачитать Парни То, что Я считаю важным Научная новизна Впервые Выявлено Стимулирующее И подавляющее Действие СВЧ излучения На ростовые процессы Семян В зависимости От их Ведовой Принадлежности Физиологического Состояния Условий И способов Выключения Разработана Интегральная Схема Реакции Семян Растений На воздействие ЭМИ Электромагнитным излучением Продолжаются Исследования Влияния Фактора СВЧ Начатые Профессором Орловым Борисом Николаевичем Долгое время Работали Ушла В нашей Сибирской Академии И сделали Ушим Открытие Мирового Уровня О Целесообразность Использования Природной Нитепловой Активности СВЧ Излучения Не требующим Больших затрат Но Требующих Немных Сажал Затрат Поэтому По производственных Масштабах Его Устройство Не нашло Применения Нарезна Также И в том Что Предложено Оценивать Не только Бологический Эффект Схожести Семян Но и Путем Полевого опыта Подсчитывать Урожайность Что важно Не только Для науки Но и Для Сильгосдоваропроизводителей На защиту Выносится Основные Положения Эффективность Регуляторного Действия СВЧ Излучения Тепловой Интенсивности На ростовые Процессы Схозяйственных Культур Роль Семенных Оболочек В процессах Облучения Настений Роль СВЧ В развитии Ростовых Процессов Влияние Электромагнитных Излучений Сверхнист Интенсивности СВЧ Дипозона На модельные Геообъекты Влияние СВЧ Излучения Сверхнист Интенсивности На циркальные Ритмы Растения Следует отметить Что Огромный Фундамент Сложила Тимирязевская Академия Многолетний Опыт Был Поставлен Профессором Белопуховым И На базе Крыма Были исследованы Такие культуры Как Масконечные Это лаванда Как Пшеница Было доказано Что Более качественная Пшеница На эко Полях Произрастает Таблица Имеется В работе НКР Также Виноград Был Доказан Да Я уже Заканчиваю Но Я хочу Сказать Что Вот Это Не только Глубокий Опыт Многолетний 15-летний Но И От него Мы Отталкивались Поскольку Это Достижение Действительно Мирового уровня Я извиняюсь Ну что ж Поскольку Значит Перехожу К заключению К сожалению Не могу показать Саму установку Техника не позволяет Так Заключение Вывода Схожность Обработанных Семян Составляет 95-100% После Обработки Так Я понимаю У меня времени Уже совершенно Нет Практические Предложения Для повышения Показатель Боростания Семян Да Она не открывается В ПДФ Значит Презентация В ПДФ Основная Не открывается Как выяснилось В этой презентации Она короткая Здесь ничего нет Главный вывод Мелкие семена Эффективнее Облучать Поле Коронного Разряда 4,5 КВт На сантиметр Средние Семена 5 КВт На сантиметр А крупные Семена 6 КВт На сантиметр Выдерживать 7 суток И после Этого Можно Высеять Вот Главный Вывод По Проведенным Исследованиям Как Эколога Я могу Сделать По окончанию Работы Готов Ответить На ваши Вопросы Уважаемые Комиссия Семена Проходят Через Аппарат Аккумулятор Потребляемая Мощность От 5 До 50 Ватт Может Успользоваться Как электросеть Так и Прикуриватель В машине Напряженность Электрического Поля От 1 До 6 КВт На сантиметр Напряжение Питания 220 Вольт Масса Самого Прибора 10 КГ Что Собственно В болевых Восторгах Не тяжело Габаритные Размеры 0,2 0,4 0,8 То есть Это можно Системным Блоком После Попадания Семени В поле Городного Разряда Оно Получает Некий Заряд И Там Происходят Циркальный Процесс Оно Просыпается Но Просыпается Не сразу А после Отлежки Семьи Дней Были Поставлены И Полевые Опыты Правда Пандемия Унесла Свои Директивы В Учхозе Березовский На базе Борского района Были Поставлены Опыты В частности На пшеницу На кукурузу На овес Вот И Вы знаете Я хочу сказать Главное Мы не должны Стремиться Доказать Что Воздействие Электромагнитного Излучения Больше урожай Мы должны Доказывать Другое Что Наш Получаемый Продукт Экологичный В связи С этим Мы выезжаем На Роскачество И Планируем Ваш Попорослуга Планируем Пройти Там Стажировку Что Разучить Все Методы Определения Качества И уже На базе Нашей Академии Попытаться Подобными Методами Помогать Сельхозтоваропроизводителям Производить Качественную То есть Экологичную Продукцию Соответствующую Знаку Рост Качества Там У меня еще Дополнение Всящей Что У меня Продукты Компания Компания Нет 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 То есть Непорочные Непорочные Просто Были Замочные Но Не Значит Моя Задача Как эколога Я не являюсь Агроном Моя задача Как эколога Было Выявить Режимы Эти режимы Были Выявлены С помощью Лабораторных И полевых Опытов Губительного Воздействия СВЧ Во всяком случае Мы не Обнаружили При Тех параметрах Облучения Которые Нами Рекомендованы Были Наша Задача Была Выработать Необходимые Режимы Облучения Так Следующий вопрос Да Я так назвал их Поскольку Они обеспечивали Определённую Температуру Влажность Поэтому Скажем так Можно сравнить С термостатом Только Выглядя Не было По-другому То есть Я Под Инновационными Теприцами Я подразумеваю Заданными Параметрами Термостат Да Не было Термостата Я его изобрёл Сам Я бы его назвал Но это не термостат Я изобрёл Свой термостат Я извиняюсь Так Если Ваши вопросы Поскольку Аккуратно Ваша Тема Я Звучит Понимаете С точки Уменья Она Что И Так Была Лишь Проражена Покат Экономика Затраты Не Будет Делать Совершенную Совершенно Верно Были Проведены Опыты Первый Ядерным центром На юге России В частности На подсолнечнике Было доказано Что воздействие Эффективно И урожайность Повышается Был почти На экономический Результат Но Сразу Говоришь Со ссылкой На Ядерный Центр И Второе Ваш покорный Слуга Предложил Ректору Нашей академии Заключить Договор С Ядерным Центром Что и было Сделано И теперь На Бучхозе На Минке Заложен Опыт А также Проводится Лаборатория Опыт И На Ваш Вопрос Будет Дан Ответ Осенью Сотрудниками Нашей Академии Готов Ответ Дальше На Ваш Вопрос Вот Конечно Принцип Деления Селя Крупные Мелкие Средние Потому Что Есть Профессиология Адер Допустим Брать Магод Делал Молочку Допустим Допустим По Групности Другой Силе Даже Замачивание Отработок Силе По Многим Разницам Часов Несколько Несколько Судок То есть У Вас Только Учитывалось Принцип Изделения Крупные Мелкие И Деградация Какая Она Крупные Мелкие Отвечу Прямо На Ваш Вопрос Почему Была Выдумана Гипотеза Разделить Семена На Три Фракции Потому Что По Законам Физики Как Мне сообщили Физики Ядерщика Сантиметровое Влияние На Биологические Объекты Будь то На человека Будь то На семена Будь то На животных Проникает Один Два Миллиметра СВЧ Ровно По этим Причинам И была Улюдена Гипотеза Что Крупные Семена Надо Облучать В электрополе Коронаватряда Больше Мощности Как Аспирант Я должен И критично Смотреть На Работы И Вот Не хочу Называть Имя Ученого Но Этот Ученый Начал Проводить Такие Опыты Брать Два Фактора Озонирование Причем Значит В барбатюре Сначала В воде Проводили Озонирование Мокрое В влажном Виде А потом Облучали СВЧ Да Два Фактора Но Мне кажется Что Я извиняюсь Это Профанация Поскольку Понятно Что При Озонирование Все Процессы Ускоряются Это Во-первых А во-вторых В Производственных Условиях Невозможно Развести Влажную Обработку Только По той Причине Что Семена Потом Невозможно Будет Выяснить Через Семену Поэтому Мы Пришли К выводу Не Заниматься Профанацией А Поискать Прибор Который Облучал Производитель Воздействие На Семена В Сухом Виде Было Производ Испытно Четыре Прибора И Наибольший КПД Показал Прибор Садко Ядерного Центра Кстати Говоря В феврале Двадцатого Года А результат Данной Работы Было Доложено В Темиряевской Академии На базе Кафедры Экологии Профессор Васильев Иван Иванович Заслушал На кафедре Представителя Ядерного Центра Яицкого Александра Васильевича И вашего Покорного Зубу И Была Довольно Высокая Оценка Наработка В частности Также Мосина Людмила Владимировна Высказала Такое мнение Что На пшенице Очень бы Хорошо Сконцентрироваться Делать Все Как говорится Первого сорта Но я и ответил Что этим Занимается Многолетним Опытом Профессор Голобухов Я его Извиняюсь Здесь уже Ничего нового Не привнесу И Свою скромную роль Как Аспирант-эколога Еще раз Повторю Десятый раз Я извиняюсь Испытать Приборы Которые Имеются В Нидеронской Области А мы Как известно Тыловой Город Где Физики Ядерщики Сконцентрированы В наибольшей степени И Второе Найти Привор И второе Найти режим Подобрать режим Артемалии Набрать опыта Путем Которые Давали Наиболее Мощный КПД Но Не вредили Самим Семенам КОНЦентрированы Чего КОНЦентрированы Особенности КОНЦентрированы 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 Это Мостап Вдох 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 Звук Вдох 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 Откручив read Вдох 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 Продолжение следует... 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 Понятно. Но на него многие ссылаются, кто занимается, и другими культурами. Он известный химик, и в этой связи его достижения распространяются на многих культурах. Так, добрый день. Конечно, могу бы говорить, что у меня тут в армуре большой, поэтому я сам в предложении. Так, я не могу на содержание, где я, в котором вообще, думаю, что у меня за целью ситуации была соответствующая работа и культуре, и я не могу в этом случае, когда я в этом году на крестном танец. Тогда у самого самого родственного года был замечательный. Значит, что касается вот у меня, я думаю, да, вот я считаю, что там на работе представляется только в реакции. Сверху ученых и спорно обеспечить производство. Так, и у меня участие в вашей группе по графу арктии цепь места. Так что у меня шутка участия. Первое участие. Значит, по поводу собственного проверения, как правило, доставка на защиту. Значит, данный человек сам водоподобный, как наушный водоподобный. Кроме того, нет подписи с обитателями наушного водоподобного. Второе, значит, это касательно с оборудования. Значит, эта часть информации является, что относится к правильному правилу, то есть, я думаю, вот те, люди, теории, излечения ученика по растению. Это в частности, когда мы были на взрывах обзора, почвы, дороги, по экономическому продукту, за российскую классификацию, и в принципе, технологии. Там много разделов, которые, в общем-то, делают сочетничество, механиками опросов. И это замечательно. Большая часть торговых анастатуре установили себе в общеной ресурсии, на основании, в общеной ресурсии, в общеной ресурсии, а с его целью задачи, как правило. То есть, по-крупному описание получено. То есть, в самом обзоре дается не описание радиопроводного исследования, а дается просто ипотика, и результаты получено, ну и результаты исследований и учетов. То есть, обзоры, это пять, в таком смысле. Зачем мы эту методику в обзоре? Там нужно будет описание по теме аналогического исследования и так, все равно замечательно. Так что, в обзоре, на это исследование, когда мы сами получим результаты и в математическом обзоре, а там мы лишь отправим в форму и не только расчеты. То есть, там начали записать об обзоре исследования, а потом дается, из-за обзора, как разводки обращается, без конкретных расчета, просто дается в порядке. Далее, для различных упроектов руководства, руководимых путей, в обзоре, даю много в бурет, в сутки, с чмельом, уши, цельсофлоры, сзади, домашними, торговыми, подозуточниками. Оцент в обзоре, в обзоре, в обзоре у нас очень ярко характеристико, в большей высокой а результаты на ссылку показали математический проход и, соответственно, непонятно достоверно получил 20 минут. Так, почти нечто замечательное. Включание калдекер-культенов нужно вложить калдекер-культенов, если вкратце. Значит, проведение вступления полученных результатов выводы, предложения производства, выводы и соответствующие подписания получил профильный проход. В этом варианте, значит, выводы, потому что выводы, допустим, подписаны смены, в работе. Так, в следующем случае, информация... Приятная версия. Значит, пилотекер-культеновое совместное слое квалификации рекомендации выводить газы и еще та же выводы. Спасибо за честный отзыв. Я согласен. И просто подытоживаю, я скажу, что главное для меня было выработать режимы, режимы для мелких, средних игр в Бразилии. Но все эти недоработки обещаю исправить, подкорректировать. Как говорится, я тот птенец, которого выпустили из гнезда. Вот сейчас вот либо взлечу, и вы не даете мне шанс, либо я, как говорится, Я пошел, пошел, пошел. Подслушивать не буду, честно, благородно. Да, да, ну что-то легко? Сейчас он подойдет. Сейчас, на секунду, назвать не пошло. Можно обедать, что-то тяжелое предложение. И система, что-то главное. Да. Сейчас тоже, да. Я думал, дальше как-то делать, да. Я думал, дальше как-то делать. Сейчас мы работаем, как-то делать. Я должен сказать, что-то правда. А то, что, что нужно. Что-то делать, но, значит, что, если у меня есть одна людей, то, что происходит, у вас есть одна большая задача. Поэтому, знаете, я на том, что это должно. Спасибо. 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 Ну что, конечно, работа не совсем соответствует тому, что вы там доложили. Ну и доложили, я думаю, если вы будете педагогом, и у вас попадутся вот такие студенты, то трудно будет оценивать тем, что без какой-то обработки, недопонимания и так далее. Но все-таки мы считаем, что вы же делали что-то, ободрали. Поэтому мы согласились с рецидентом, решили все-таки пойти в рециденты вам на встречу и поставить вам удовлетворение. Крайне благодарству, Михаил Арнольдович. Мы вас не слышим. Мы вас не слышим. Я понял, понял. Так, остановить, включить звук, включить звук. Крайне благодарству за кредит доверия. Это огромная ноша для меня. И дело чести подтянуть себя на тот уровень, который вы определите мне. Благо, что под рукой такие профессора, как Титова Вера Ивановна, Веченников Александр Александрович. Всегда есть с кем проконсультироваться, куда прийти, спросить. Также я помню, Михаил Арнольдович и вы любезно согласились ответить, сказали, приезжай на кафедру, спрашивай, ответим. Я все это помню и крайне благодарен. Но хочу сказать, что аспирант он варится, созревает до определенного момента. Равно как и псенец, который, как говорится, полетит, не полетит. Поэтому спасибо еще раз. И я вас не подведу. Вы еще услышите обо мне. Спасибо. Спасибо. Ну что, тогда мы заканчиваем твою работу. Всего вам доброго, счастливого всем. И вам, Михаил Арнольдович. Всех благ. Спасибо. Доброго здоровья. Закончена успешно презентация НКР. В результате было присвоено звание преподавателя-эколога, ведущего Сельгой Академии. Присвоил его ведущий эколог Московской Тимирянской Сельгой Академии Михаил Арнольдович, за что и комиссия, соответственно, приступаем к преподаванию и научной работе в сфере экологии. Прис assessing ее diesel. Субтитры сделал DimaTorzok